Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Третий Прибалтийский фронт. Тартусская операция. Войска фронта, которым командовал Масленников, отражая непрерывные атаки противника, продолжали наступление в направлении Валга и на отдельных участках продвинулись вперед до 16 километров. Неприятель оказывал особенно упорное сопротивление на рубеже реки Выханду. Первый Прибалтийский фронт. Советские войска укрепляли занимаемые позиции и на отдельных участках отражали атаки пехоты и танков противников. На участке 4-й ударной армии подразделения 378-й стрелковой дивизии оставили станции Даугава и Серпилс. Второй Белорусский фронт. Завершилась осоветская операция. Войска, которыми командовал генерал армии Захаров, силами 50-й армии и во взаимодействии с частями правого фланга 49-й армии, к 9 часам утра штурмом овладели городом и крепостью Осовец. Войска фронта продвинулись на 30-35 километров и вышли на восточный берег реки Бобр. Первый Украинский фронт. Львовско-Сандомирская операция. Войска фронта одновременно с отражением контрудара в районе Стопницы возобновили наступление. Наши войска, отражая контратаки пехоты и танков противника, вели бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла. Третий Белорусский фронт. Каунасская операция. Местность под Каунасом и на дальних подступах к нему исключительно благоприятна для организации упорной борьбы. Перекрестки улиц превратились в опорные пункты, подвалы, в склады боеприпасов и продовольствия. В убежище. Башни Каунасских костелов в наблюдательные пункты и позиции снайперов. От Жижмаряй советские войска стали брать Каунас в клещи, а затем сомкнули их на шоссе Каунас в Мариамполе. Противник, теснимый пехотой и танками, отступал к западу, используя для сопротивления удобную местность, минируя дороги и дома, взрывая мосты и склады, сжигая все, что могло гореть. Около 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии погибли, освобождая территорию Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Более полугода война катила свои безжалостные по отношению к людям кровавые катки через литовские города, местечки, деревеньки и хуторки, брошенные весной в землю заботливыми руками селянина, семена взошли дружно, но были выпаханы гусеницами танков. Вызревшие луговые травы горели от разрывов артиллерийских снарядов. Плодородные земли опоясались окопами. Вместо традиционных крестов на перекрестках дорог выросли укрепленные огневые точки. Настороженно притихли города, глядя на мир пулеметными бойницами вместо окон. Так было. Удержать Прибалтику любой ценой. Иной задачей германское командование и не ставило своим войскам. Прикрывая Восточную Пруссию и Северо-Востока, Прибалтика обеспечила действие германского флота в восточной части Балтийского моря. Связь с союзником в лице Финляндии и со Швейцарией, поставлявшей Гитлеру стратегические материалы, это была отличная база снабжения, поскольку оставалась практически единственной оккупированной крупной частью СССР, которую еще можно было безнаказанно грабить. Однако надеждам на успешную оборону не суждено было сбыться. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная Война Советского Народа против немецко-фашистских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова